Война Война Войны Не подготовленных Совершенно ни к чему Бойцов Которые могут Только плацс Подметать Вперед На Не знаю Там НАТОвский спецназ Что ли В таком духе Или наоборот Возьмем спецназ И как Во время Чеченской войны И прям в чисто поле Во весь рост Вперед Даже без прикрытия Какими-то дымовыми шашками Просто вперед На пулеметы Это Обычно Для тех людей Которые носят погоны с большими звездами, вообще не понимать ценность человеческой жизни. Ну, как пешки такие переставляются на шахматной доске. Это одна дивизия, это другая. Мы туда переставим, раз пешку одну уничтожили, тут вот ладью сняли. Ну, того, гляди, после этого и короля снимут. Большая нравственная проблема возникает у русских людей. Так же, как и в период сталинизма, в тылу враги и по ту сторону фронта тоже враги. Но и по ту сторону фронта, и по эту сторону фронта, те же самые люди, с которыми мы жили в течение столетий в одной и той же стране, говорили на одном и том же языке, считали, что у нас общая судьба. Теперь нас пропагандой разделили. Если кто думает, что путинская пропаганда менее подлая, чем пропаганда укрбандеровцев, это совсем не так. Та и другая сторона активнейшим образом разрушают сознание людей. Конечно, люди слабовольные, с низким уровнем интеллекта попадают в эту ловушку, превращаются в пушечное мясо, в идиотов, которые готовы убивать своих собратьев. Это проблема цивилизационная, что не интеллект побеждает, а побеждает сплоченная подлость и сплоченная тупость. И вот эта тупость бросает нас, предвигает нас вплотную к конфликту. Какие элементы конфликта угадываются в предшествующих событиях, я уже сказал, обращаясь к опыту Чеченской войны. Ничем не оправданные жертвы война, исключительно только автомат Калашникова и не самый современный танк, не снабженный современными средствами защиты, это то, что было в Чечне и то, что ожидается сейчас. Танков очень много, наверное, примерно так же, как в 1941 году у Сталина танков, причем хорошего качества, не уступающего зарубежным, было больше, чем во всем остальном мире вместе взятым. Вы можете в это не верить, в свое время, когда я столкнулся с этим высказанием, я не поверил, но потом, когда сам ознакомился с цифрами, нашел их, это действительно так. Я подозреваю, что сегодня тоже вот такого рода вооружений наштамповано очень много, только воевать некому, так же, как и в 1941 году, потому что смысл службы отсутствует, и смысл войны отсутствует, смысл защищать этот русофобский, вредоносный, подлый режим. Кого защищать? Чубайса с Грефом, Путина с Песковым и всей Кодлой, которая вокруг них сплотилась в том, чтобы эффективнее грабить страну. Против кого воевать? Против украинцев, которые те же самые русские, только позабывшие свое родство, и практически все говорящие по-русски. Это как понимать, Киевскую Русь будет Московское царство уничтожать, или наоборот, что это за войну они нам подсовывают? Ах, там НАТО с какой-то стороны подходит. Ну так НАТО будет, как всегда, издалека пулять своими крылатыми ракетами. Чем будем защищаться? У нас реально есть чем защищаться? Или мы будем атаковать те страны, с территории которых Соединенные Штаты и государство блока НАТО будут нас атаковать? Мы что, вот так вот прямо и долбанем по ним? Чем? Чем и насколько сильно? Вот осознание того, что локальная война ведется другими средствами и по другим правилам, абсолютно отсутствует у кремлевских махинаторов. Они ничего не понимают. Они не понимают, что они только ширма, которая прикрывает отсутствие государства, уже разграбленного, растащенного бандами олигархов. И с ними поступят весьма жестоко. Ну, они могут поступить жестоко, но и с ними страдать будет больше всего народ. Больше всего пострадают обычные люди от всего этого. Ну, поймите, что начало войны – это сразу пополам все ваши доходы, все ваши возможности. Прямо вот то, что имеете сейчас, сразу делите пополам и примерно представляете, что такое будет даже локальная война. Может быть, кто-то считает, что на них не отразилась ни война в Южной Осетии, ни Чеченская война. Отразилась, отразилась и весьма существенно. А если это будет более масштабный конфликт, который будет обозначен по всему периметру российских границ, а все идет к этому, потому что обозначение блока НАТО уже произошло, то мало никому не покажется, даже тот, кто не попадет под раздачу и не будет участвовать в боевых действиях. Они будут, конечно, вялотекущие, они будут с пропагандистским наддувом, чтобы всем мозги заморочить. Мы должны накануне этого конфликта, даст Бог его не состоится, и у этих идиотов кремлевских и внекремлевских все-таки хватит рассудка не затевать такого рода конфликт. Хотя они хотят его, это вот прямо чувствуется, что они его хотят. И заказ такой есть, пропагандистский заказ в течение многих лет. Ненависть не к украинской олигархии, не к украинскому эстеблишменту, а ненависть прямо-таки к Украине и к украинцам. Вот что пропагандируется в российских СМИ. Ну и там тоже пропагандируется, тоже не к Путину ненависть, не к путинщине ненависть, а прямо-таки вот к русским людям. И организован то, что называется неприличными словами в социальных сетях. Беспрерывный конфликт, который остановить невозможно, потому что есть оплаченные люди, так называемые тролли, которые разжигают ненависть и вражду, и прокуратура этим, естественно, заниматься не будет, потому что все это делается по заданию сверху, они прекрасно это знают. Хотя можно было бы, если бы были разумные люди в прокуратуре, атаковать вот эти враждебные группировки, которые организованы на территории России, на территории Украины и других стран, которые раскалывают нас ненавистью и хотят, чтобы между великороссами и малороссами пролегла кровь, и уже никогда мы не жили бы вместе. А это единственное средство нашего выживания. И та, и другая сторона хотят грабить, грабить и убивать тоже. Им приходится, потому что они грабят, просто так не получится. А скрыть свои преступления они хотят вот каким-то масштабным конфликтом, который перекроет. Вот как Сталин перекрыл, забылось на многие годы. Забылся красный террор, забылась гражданская война, забылось истребление целых сословий. Здесь тоже, если будет какой-то масштабный конфликт, ну кому будет до того, кто там какие дела по экстремизму возбуждал и сажал в тюрьму невинных людей, кто вел антигосударственную деятельность, прямо пропагандируя ее с высоких трибун, кто был клятво преступником, обещая исполнять Конституцию, вместо этого корежа ее и не выполняя ни одного пункта, даже из тех, которые заново внесены в эту Конституцию. Всем будет это неинтересно, потому что трагедия, которую они затевают, будет гораздо масштабнее, чем все, что было до сих пор. Позиция здравого человека, который обладает интеллектом и совестью, в таком случае за Родину-то мы готовы воевать, а за Путина нет, за Родину, за Сталина такого на фронте не было. Это каждый фронтовик прекрасно знал, что это только пропагандистский лозунг, который в газетах можно прочесть, на фронте этого не было. И у нас не может быть ничего такого. Не пожелание, как большевики, поражение собственного отечества, поражение путинского режима, да, это можно желать, но также поражение режима Зеленского, также поражение всех тех режимов, которые считают войну средством решения своих собственных проблем, укрепления своих собственных режимов, поднятия своего собственного авторитета, как какой-нибудь там Макрон или как какой-нибудь Байден. Поскольку они абсолютно не авторитетны в своих народах, они пытаются стереть свою негативную предысторию, вот таким образом нагнетая истерию войны. Соответственно, наша позиция в соответствии со сложившейся ситуацией, это чума на оба ваших дома, кто развязывает войну, кто пропагандирует войну, являются нашими врагами, врагами наших народов, в общем-то всех народов. Если военный конфликт разразится, значит, мы противники этого конфликта. Если нас призывают на войну, нам приходится воевать, потому что это война за Родину, но только не за Путина. И всякую пропагандистскую шелуху долой мы в ней участвовать не можем. Наоборот, мы должны высказываться всюду и везде, где только возможно, против этого гнусного, русофобского, подлого, воровского режима. Мы не делаем различий между этим режимом и, скажем, режимом Зеленского. Это все одно и то же. Это люди из одной кассы. Это вот такие политические петрушки, которые возомнили себя крупными государственными мужами, которые способны вершить историю и решать судьбы народов. Мы должны показать, что они никто, что они пустышки, что их злобные замыслы, злобные высказывания, и все их манипуляции общественным сознанием не достигают цели. Мы остаемся суверенными личностями, и в таком случае мы остаемся суверенным народом. Вот чего нам надо добиваться. Суверенности своего существования, отдельности от политических режимов, которые стремятся к нашей погибели для того, чтобы извлечь личную прибыль для своих кланов, для себя любимых, для себя, кого они любят превыше всего, превыше Бога, превыше Отечества. Превыше народа, которым рискуют управлять. Слава Руси! Господи, спаси!